того волшебного и главного, что делает его живым без студентов в связи с пандемией. Ну вот, недалее как, так сказать, неделю назад мы опять практически вернулись в полном составе в очное обучение и надеемся, что уже в нем и останемся. Это был наш физический дом, у нас есть еще виртуальный дом, это наши веб-сайты, о которых я говорил. Вообще, вышки являются в значительной степени тем, что сейчас можно называть цифровым университетом. Мы проходим этап цифровой трансформации в этом отношении, в общем, опережаем большинство наших партнеров или наших конкурентов. Это странно посмотреть. У нас очень хорошие информационные системы, их много, правда. Это, в частности, у нас хороший веб-сайт, на котором есть практически вся информация. И все, что я, так сказать, может быть, кратко, бегло проговорю сегодня или даже не проговорю, безусловно, можно найти на сайтах, на различных страничках нашего сайта. Цифры. Значит, ну, цифры – это вещь, с одной стороны, сухая, с другой стороны, дает некоторое ощущение, на что можно претендовать. Ну, в общем, цифры определяют конкурс. Значит, по плану на этот год мы рассматриваем 25 бюджетных студентов, платных студентов мы ожидаем 5. И по квотам, которые являются едиными для всей вышки, для нашей программы, выделяется 8 или 10. Да, тут есть некоторые нюансы. Здесь мест для иностранных студентов. То есть, если вдруг у кого-то из вас есть гражданство другого государства, возможно, СНГ, то вы можете в качестве альтернативной траектории для поступления рассматривать вот такой вариант поступления на квотное место для иностранного студента. Для примера я представил цифры набора, которые у нас были за предыдущие годы, предыдущие 4 года. Вы видите, что они колеблются где-то в районе 30 человек, то есть от 26 до 42. То есть у нас такая небольшая, компактная программа, ну, в каком-то смысле слова, такая домашняя, семейная обстановка. Всех-всех знают и в каком-то смысле слова это делает действительно обучение таким персонализированным. Помогает, по крайней мере, сделать его. Кем будут выпускники нашей образовательной программы? Ну, в первую очередь, наверное, нужно сказать, кто к нам приходит. К нам приходят ребята, которые уже попробовали себя в, так сказать, практическом приложении, трудоприложении на поприще программной инженерии. То есть это программиста всех мастей, всех уровней, от мидлов до сеньоров, тимлидов и более высоких даже управляющих позиций. И ребята, которые попробовали себя на таком базовом основном уровне, на уровне разработчиков, уже хотят расти дальше, двигаться дальше, осваивать более высокоуровневые позиции, связанные в первую очередь с управлением. То есть управлением разработкой программного обеспечения. Вообще, если говорить про программную инженерию, чем она отличается от условно курсов программирования, которые вы можете получить как курс повышения квалификации при каком-нибудь университете или даже колледже. Или это могут быть какие-то виртуальные курсы на Курсере или на какой-то другой образовательной платформе. Программная инженерия отличается от курсов программирования тем, что это комплексная программа, это комплексный подход к разработке программного продукта, включающий все этапы его жизненного цикла. То есть зарождение идеи, сбора требований, проходя через процесс разработки, тестирования, поддержки и окончания жизни того или иного программного продукта. И процесс этот достаточно комплексный, имеет все черты инженерного процесса, корни свои имеет в системной инженерии, которая является более абстрактной, более базовой для программной инженерии. А раз это инженерная дисциплина, здесь можно и нужно применять инженерные подходы, и, собственно говоря, программная инженерия, которую мы знаем, как раз этим и занимаемся. Соответственно, когда мы предлагаем курсы и программу обучения такую, чтобы помочь разработчикам, которые уже состоялись как младшие программисты, подняться на новые ступени управленческого мастерства, на выходе у нас получаются. Это или более высокие позиции, безусловно, даже после освоения некоторых дисциплин, таких как формальные методы программной инженерии, которые совершенно по-другому позволяют построить мышление, повышается уровень даже таких базовых умений, как написание программного кода. То есть это уже и старшие инженеры, разработчики-программисты, это руководители разработкой, тим-лиды, проект-менеджеры и архитекторы программного кода, программных продуктов и программных систем. Помимо непосредственно каких-то дисциплин и каких-то умений, скиллов, связанных с разработкой программного кода у нас на факультете, факультете компьютерных наук высшей школы экономики, ведется довольно активная исследовательская работа. То есть это работа, которая, в общем, направлена на отыскание новых знаний, разработку этих знаний и превращение их в новые инструменты, в новые системы, в новые программные библиотеки, что угодно. Новые алгоритмы, реализация этих алгоритмов. На факультете у нас, как вы видите, 13 научно-учебных, научно-исследовательских лабораторий. Некоторые из них являются международными. Каждая из таких лабораторий занимается своей специализированной областью исследований. Это могут быть такие лаборатории, как, например, воспользуюсь служебным положением, разрекламирую лабораторию, в которой я являюсь научным сотрудником. Это лаборатория процессориентированных информационных систем. И лаборатория наша занимается исследованием и созданием новых алгоритмов для синтеза, для верификации моделей процессов автоматизированного синтеза на основе некоторых данных, на основе так называемых журналов событий. Это может быть соседняя лаборатория, которая находится через двери от моего кабинета, лаборатория биоинформатики, которая занимается исследованиями генома человека, применяя для этого методы машинного облучения и другие современные интересные методы. Это могут быть лаборатории, которая занимается стахастическими алгоритмами, лаборатория теоретической информации, центр, что является еще более крупным образованием байсовских методов и так далее. То есть у нас очень много интересных исследовательских подразделений. И надо сказать, что когда мы рассматриваем магистратуру, мы, конечно же, рассматриваем ее не только как некоторую очередную ступень, то есть два недостающих курса бакалавриата, на самом деле специалитета. Раньше, как вы, может быть, помните, специалитет был пять лет, практически повсеместный. Вот новая модель балонская, она, в общем-то, относительно молодая. Модель, которая разделила такое образование на две ступени, бакалавриата и магистратура. Но все-таки магистратура – это не недостающие годы специалитета бакалавриата. Это некоторый другой, более осознанный выбор для абиатурента и для студента, который хочет познакомиться с миром, с академическим миром, то есть миром исследований, миром самых современных подходов, технологий, не только как потребитель, но и как создатель этих подходов и технологий. Конечно, когда мы принимаем абитуриентов на программу, мы задумываемся, и наша отборочная комиссия задает такие вопросы и обсуждает с абитуриентами эти вопросы. Мы задумываемся и спрашиваем студентов, а как они видят свое исследовательское направление, вообще видят ли они его. То есть написание магистрского диплома, с моей точки зрения, это мое глубочайшее убеждение, не может заключаться в, условно говоря, разработке какого-то еще одного, достаточно крутого, но стандартного продукта, программного продукта, если мы говорим про нашу образовательную программу. Магистратура подразумевает элемент исследования, элемент нерезны какой-то. То есть даже если мы говорим про выпускную работу, в итоге, в результате которой, итогом которой является некоторый программный продукт, в нем должна быть какая-то новизна с точки зрения, допустим, архитектуры или с точки зрения применяемых технологий, для того, чтобы, ну, сказать, пополнить даже маленькую крупицу новых знаний, внести вот в эту большую, замечательную область под названием компьютер-сайенс, компьютерные науки. Возможности, которые открываются перед абитуриентами, которые поступают к нам на магистрскую программу, на факультет, большие, замечательные, прекрасные. В частности, возможность на академическую мобильность. Будем надеяться, что вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавирусной инфекции, все-таки будут постепенно снижать свою остроту. Все-таки вакцины появляются, и как-то уже чаще понимают, что, конечно, это был серьезный вызов, но, в общем, его тоже можно пережить, его можно попороть. У нас есть программа международного обмена. Можно съездить на полгодик-годик в другой университет. Можно участвовать в программах двойных дипломов. В частности, наша образовательная программа сейчас находится в стадии переподписывания. Мы надеемся, что этот процесс будет все-таки успешно завершен. Процесс подписания договора о двойных дипломах с университетом Аббейранте. Это университет Финляндии. То есть те студенты уже, которые будут участвовать в конкурсе и выиграют конкурс, если они захотят, конечно, на двойные дипломы смогут проучиться один год у нас, один год в Абейранте, и в результате при успешной сдаче, при успешном написании защиты диплома, то есть сдача государственной аттестации так называемой, получить два диплома. Диплом высшей школы экономики и диплом Абейранского технологического университета. Здесь вы видите перечень дисциплин, которые читаются и предлагаются студентам в рамках двух годов обучения. Я их постарался свести в одну табличку, надеюсь, здесь можно разобрать. Значит, я кратенько пробегусь про ним. Значит, первый курс является наиболее насыщенным. Видите, что в первом семестре, первый семестр – это два модуля. Я на всякий случай сделаю небольшую ремарку для тех, кто может быть не знаком с подходом к организации учебного процесса высшей школы экономики. Мы, в отличие от традиционных университетов, используем модульную систему, которая похожа на то, что в школах называлось четвертями. То есть у нас два модуля – это один семестр. Соответственно, у нас два модуля. Первый и второй приходятся на осенний семестр. И третий и четвертый модуль – это модули весеннего семестра. Некоторые дисциплины могут пересекать границы вот этих вот семестров, занимать один модуль, допустим, как у дисциплины по выбору, которую вы видите здесь. Некоторые дисциплины могут начинаться, допустим, на одном году, заканчиваться на втором году обучения. Так вот, на первом году обучения у нас в первом семестре целых пять дисциплин, не считая научных семинаров, которые немножечко особняком стоят, но является такой же аудиторной нагрузкой для студентов. К ним относятся дисциплины базового. Базовые дисциплины, такие как прикладной системный анализ. Это, думаю, сказать, одна из наиболее фундаментальных дисциплин для нашей образовательной программы, которая рассматривает системы, способы работы с ними, анализа этих систем. Это формальные методы программной инженерии, которые позволяют, как я уже говорил, существенно по-другому понять и почувствовать вообще вопросы, связанные с разработкой программного обеспечения, как с точки зрения разработки отказу устойчивых, надежных программ и комплексов, так и с точки зрения специализированных методов и подходов, например, с использованием, условно говоря, темпоральных логик, как проверять некоторые свойства безопасности программных систем с использованием таких формальных инструментов, как темпоральные логики. Это довольно математическая дисциплина, которая своими экономиками ходит в дискретную математику и перекликается с различными дисциплинами, связанными с компьютером сайенсом. Далее дисциплины по специализации. Это методология программной инженерии, которая рассматривает общие фреймворки, модели жизненных циклов, разработки и так далее. Новый курс, которым мы заменили несколько устаревший и отживший свой курс, называется «Проектирование программных систем». С Нового года к нам приходит новый преподаватель из МФТИ, который будет эту дисциплину поддерживать. Мы рассмотрим ее и расцениваем как одну из наиболее фундаментальных дисциплин наравне с формальными методами и прикладным системами анализа, анализа одной из фундаментальных главных дисциплин первого курса. Дисциплина, которая называется «Перспективная база данных», ну, в общем, она сама за себя говорит о чем это. Очень интересные, полезные дисциплины, которые позволяют расширить знания по работе с Data Storage, включая не классические, не революционные с УБД и вообще самые современные подходы. Хочу обратить внимание, что перспективная база данных, равно как и еще одна дисциплина, которая дается на втором курсе управления бизнесом софтверной кампании, помеченная на шильдикам МКД. Это новый формат, который в Высшей школе экономики появился после того, как мы вынужденный год фактически просидели в онлайне. Формат называется «Межкампусные дисциплины». То есть эти дисциплины будут даваться в онлайн формате не только для студентов нашей образовательной программы, но также и для студентов с других образовательных программ и, возможно, даже с других площадок. А у нас, помимо Москвы, Высшей школы экономики, еще три площадки в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Твери. И в Перми, прошу прощения, Санкт-Петербург, Нижнем Новгород и Перми. Эти дисциплины также будут прилагаться этим студентам. То есть мы выбирали эти дисциплины так, чтобы они представляли интерес не только для студентов нашей образовательной программы, но и вообще для более широкого для более широкого круга студентов. Во второй части первого года, то есть во втором семестре, у нас появляется такой курс, как финансовая и нефинансовая информация о фирме. Он может быть полезен для ребят, которым интересно управление, которым интересен этот процесс с управленческой точки зрения, а также для тех, кто хочет заниматься, допустим, собственными стартапами. У нас довольно большое количество ребят приходит именно с такой целью получить некоторые знания, компетенции для того, чтобы можно развивать свой какой-то стартап, если он уже есть у студентов, либо начать новый стартап, если есть идеи, как что можно было бы делать. Эта дисциплина, в частности, может существенно этому помочь. Еще одна дисциплина называется анализ данных. Это довольно полезная вообще для широкого круга специальностей, как связанных с компьютерой сайенс, так и в общем-то необязательно напрямую с ними связанным, так как мы понимаем, что мы сейчас живем в век цифры, в век больших данных, в век, когда про данные говорят, что данные – это новая нефть, то есть новая нефть – это новая ценность, безусловно. И, в общем-то сказать, методы анализа данных для решения различных задач, которые могут возникать, говорю, как у компьютерных людей, так и условно социологов, журналистов. Появляются сейчас, как вы, возможно, слышали новые направления журналистики, связанные с обработкой анализом данных. Безусловно, эта дисциплина будет всячески помогать и всячески полезна для этих целей. Еще одна дисциплина, которая называется разработка цифровых интерактивных продуктов, начинается во втором семестре первого курса и продолжается во втором курсе, то есть она занимает четыре модуля, фактически годовая дисциплина, достаточно большая, достаточно основательная и связана с тем, что можно кратко охарактеризовать, как разработка интерфейсов, основных на технологиях виртуальной реальности и дополненной реальности. Преподаватель, который дает эту дисциплину, занимается активной исследовательской работой, он активно привлекает студентов, это очень интересно с моей точки зрения, у него в лаборатории всегда большое количество специализированной техники, знаете, вот эти вот все виртуальные шлемы виртуальной реальности, различные интерфейсы управления, жойстики, всякие манипуляторы, безумно интересные истории и очень зрелищные, на самом деле. У меня есть несколько клипов, которые были подготовлены немножко для другой презентации, но в конце моего рассказа я могу просто включить его, показать, какие классические задачи можно сейчас решать с помощью технологий виртуальной реальности и дополненной реальности, которые иногда кажутся, вообще-то, сказать, самая первая мысль, где их можно применять, это игры, нет, не только игры, не только игры, их можно применять много где, и это открывает новые горизонты для людей и удешевляет процессы, которые в классическом исполнении в общем-то, они достаточно дорогие. Дисциплина по выбору, маленькая модульная дисциплина из так называемого пола Моголега, значит, это набор дисциплин, которые предлагаются университетам совершенно различного характера, это могут быть там введения в экономику, условно говоря, там, или там, не знаю, какой-нибудь, какая-нибудь философия специализированная, то есть это маленький-маленький майнор такой, который позволяет студенту выбрать какую-то для себя может быть интересную дополнительную историю для изучения. В течение всех двух лет обучения у нас студент участвует в процессе, который называется научно-исследовательская работа, о чем я уже говорил, и она представляется тоже некоторыми дисциплинами. В первую очередь это научно-исследовательский семинар, который условно называется программной инженерии управления разработкой и состоит из двух частей, соответственно, семинар номер один и семинар номер два на первом и втором году обучения. Хоть он и называется научно-исследовательским, он включает в себя и практическую компоненту, так, первая часть первого научно-исследовательского семинара, который дается на первом году в модулях 1 и 2, обеспечивается базовой кафедрой компании 1С. Базовая кафедра на факультете компьютерных наук это не классическая кафедра в том академическом понимании, в котором многие из нас могут подумать о ней, а это способ для некоторой компании, как правило, это IT-компания, быть представленным на факультете и предлагать релевантные для этой компании, а также интересные для студентов и для самого факультета дисциплины или другие активности. У нас на факультете есть такие базовые кафедры, таких компаний, как Яндекс, 1С, компания ИСАС и так далее. Компания 1С, она может на первый момент показаться, могла бы предлагать какие-то дисциплины, связанные с изучением их платформы, 1С-предприятия, но это на самом деле не так. В 1С работает большое количество разработчиков, причем разработчиков абсолютно разного толка, это и фронтендеры, бэкендеры, это системные разработчики, архитекторы. И эта кафедра обеспечивает нам на факультете такие дисциплины, классические, казалось бы, дисциплины, как программирование на C++ для программной инженерии, для бакалавров, для наших. На нашем научно-исследовательском, он же научно-практический семинар, в первом модуле они дают практические навыки, связанные с тем, что называется DevOps, Continuous Integration, Continuous Development, по-моему, очень полезные, очень нужные на практике навыки, связанные с администрированием и вот этим непрерывным процессом интеграции и развертывания программного кода. То есть это как бы прямое продолжение, так сказать, того цикла инженерных дисциплин, которые обычно даются в бакалавриате программной инженерии. В целом, концепция научно-исследовательского семинара заключается в том, что студенту, мы ее немножечко поменяем, сейчас мы пересмаршиваем те подходы, которые были ранее, договариваемся с преподавателями, в том числе и за рубежа, чтобы можно было подключать их к этому процессу. У нас есть такая возможность, безусловно, это позволяет обогащать нашу программу. Общий концепт научно-исследовательского семинара заключается в том, что мы будем стараться вовлекать студентов различного рода исследовательские проекты, актуальные исследовательские проекты, связанные как с разработкой непосредственно программного обеспечения, с новыми методологиями, с новыми подходами, разработка новых архитектур, адаптация существующих решений к новым вызовам, связанным с большими данными, с изменением концепции предоставления информационных услуг. И, конечно, мы будем включать элементы тех исследовательских направлений, которые представлены нашими научно-исследовательскими лабораториями в факультете, но, как и в частности, лаборатории ПАИС, процессно-ориентированных информационных систем. Проектный семинар – это еще одна полезная дисциплина, практически полезная дисциплина, которая сопровождается организацией, представляется моим предчастникам, предыдущим академическим руководителем, Константином Георгиевичем Китеревым. И проектный семинар позволяет студенту выстроить правильно френдверк мышления, связанного с проектной деятельностью. На примере той проектной работы, базовой, основной и главной проектной работы, которую студент выполняет в рамках обучения, то есть это курсовая работа, выпускная и квалификационная работа, которая также представлена здесь. Мы исходим из того, что курсовая работа для студента магистратуры, который понимает, зачем он приходит в магистратуру, должна стать некоторой такой предтечей, дипломная работа, то есть это подготовительная работа к диплому, выпускной и квалификационной работе. И в большинстве случаев этот курсовой проект, курсовая работа является составной частью, может быть, даже базовой частью того, что на втором году обучения у нас становится уже выпускной и квалификационной работой. Ну, кратко пробегусь, что у нас есть на втором году обучения. Вы видите, что на втором году обучения мы учимся первого семестра, второй семестр, то есть весенний семестр, второкурсники у нас занимаются полностью подготовкой к дипломы, и один маленький, маленькая дисциплинка под названием исследовательский проект. Она очень тесно связана с дипломом. Студент должен подготовить некоторый отчет, связанный с выполнением его выпускной и квалификационной работы, то есть это должна быть уже структура диплома подготовлена, отчет о сборе данных, если такое осуществляется, отчет о подготовке архитектуры, то есть это вот некоторая такая контрольная точка, такая облегченная предзащита, если можно так выразить, для выпускной и квалификационной работы. В первом же семестре и второго года у нас есть такие дисциплины, как психология управления командой разработчиков. Замечательная дисциплина, казалось бы, вот какое отношение к инженерной части нам может иметь. Но эта дисциплина очень сильно может помочь тем, кто хочет действительно развивать свои управляющие, как называется, реальные компетенции, так, компетенции, связанные с управлением. Потому как понятно, что если мы работаем не с компьютерами, не с искусственным интеллектом, а с людьми, мы должны всегда это учитывать и понимать, и уметь работать с людьми, то есть разбираться в психологии. Эта дисциплина очень-очень-очень нравится нашим студентам. Они совершенно по-другому после нее, вообще, так сказать, концептуально, с философской точки зрения, смотрят на мир и на процесс взаимодействия с коллегами и подчиненными в том числе. Ну, как я сказал, управление бизнесом, соферной компанией – это очень четкая, конкретная дисциплина, которая отображает тонкости, связанные с компаниями, которые занимаются именно информационными технологиями. Управление программными рисками – интересная дисциплина, которая позволяет, ну, если так двумя словами, охарактеризовать, понимать, с какими проблемами можно, в первую очередь, финансовыми проблемами, конечно же, можно столкнуться и, в общем, не вылететь в трубу, да, правильно с этими проблемами, правильных оценивать, правильными управлять, то есть, как бы, работать с рисками, тем, что называется, с риском. А рисков, если мы выходим в открытый бизнес, да, как в открытом море, рисков, конечно, там предостаточно на каждом шагу. Продолжение курса разработки цифровых интерфейсов, опять шлемы, опять манипуляторы, опять вактуальная реальность. И еще одна дисциплина, связанная с тем, как работать с командами, как строить, как управлять с командами, так и называется, какими управлениями виртуальными командами. Между первым и вторым годом обучения у нас есть так называемая научно-исследовательская практика, зачет по которой проставляется в первом модуле второго года. Сейчас мы пытаемся организовать новую концепцию, которая ранее не была использована. Это концепция, которая укладывается в концепцию так называемого проектного университета. То есть Высшая школа экономики позиционирует, то есть одно из последних явлений, одно из последних представлений Высшей школы экономики, это проектный университет. То есть каждый студент, каждый студент, каждый представитель, каждый сотрудник, он не просто болтается как о нём в некотором таком академическом пространстве, даже если он довольно хорошо себя чувствует, он должен быть задействован в некоторых проектах. Он должен участвовать, работать в этих проектах, он должен предлагать, сопровождать или каким-либо другим образом их участвовать. Да, что мы хотели и думаем, значит, соответственно, в духе и, опять же, с учётом тех потребностей, которые возникают у наших коллег с бакалавровских образовательных программ, мы прорабатываем сейчас новую концепцию, которая называется, условно называется, значит, курирование студентами магистратуры проектов студентов бакалавриата. Значит, ну, как я уже говорил, что у нас проектный университет, и студенты бакалавриата, начиная со второго, иногда и с первого курса, ежегодно выполняют некоторый такой мини-диплом, который называется либо научный проект, либо научно-исследовательская работа. Как правило, курированием таких студентов и их деятельности занимаются преподаватели. Однако, у нас каждым годом всё больше и больше цифры набора бакалавриат, студентов становится больше, преподавателей, конечно, в общем, тоже становится больше, но не так быстро, как студентов бакалавриата, в первую очередь. И сопровождать их проектную работу становится сложнее и сложнее с каждым годом. Это одна сторона медали, одна сторона вопроса, другая сторона заключается в том, что если мы говорим на нашей образовательной программе, системной программе инженерия, что мы учим специалистов, которые должны уметь управлять коллективами, управлять коллективами разработчиков, то для них может быть, в общем-то, очень хорошей тренировкой и хорошей возможностью посмотреть вообще, насколько у них это получается, насколько это их дело, и предоставить возможность курировать проектную работу студентов младших курсов бакалавриата. Мы всё-таки ориентируемся на младшие курсы, когда проекты относительно, у бакалавров относительно несложные, в общем, и их можно действительно... Они не очень специфические, потому что если мы говорим про какие-то специфические проекты, то всё-таки здесь в качестве базового куратора нужен человек, который занимается, если мы говорим, допустим, про исследовательскую область какую-то специфическую, занимается этим профессионально, то есть, допустим, представитель какой-нибудь лаборатории или кафедры. В рамках этой же идеи, да, то есть, вот сказать, идея заключается в том, что студент магистратуры нашей программы учится управлять, а студент бакалавриата получает наставника. Безусловно, мы не оставим двоих студентов наедине друг с другом, всегда будет за этим процессом контролировать и пригадывать преподаватель, да, старший товарищ, но, по крайней мере, вот эта вот возможность почувствовать себя управленцем, вот у студентов магистратуры будет появляться. Правда, не у всех студентов, да, мы будем довольно жестко фильтровать по тем, по той оценке, по нашей студентальной оценке, насколько студент магистратуры будет готов к этому. Так, ну ладно, наверное, я на этом закончу. С частью касающейся дисциплины мы быстренько пробежимся по некоторым формальным моментам. Значит, деятельность, которую мы осуществляем на нашей образовательной программе, это не что-то придуманное нами, мы ориентируемся на стандарты, на стандарты, связанные как с управлением проектов, проектами, так называемые PMBOK, так и на стандарты, связанные и ориентированы именно на сотверные проекты. Есть такой замечательный стандарт, называется Software Engineering Body of Knowledge, или SWEBOK. Какие компетенции, да, можно выделить для программного инженера? Ну вот они здесь перечислены, и практически все они отмечены с категории критично важной компетенции, или очень важной. То есть это и развитие аналитических способностей, это развитие инженерных навыков, безусловно, много говорили про работе в команде или управление командой, развитие лидерских качеств и так далее. Я не буду подробно останавливаться, можно сказать, целые лекции читать, и в частности этот вопрос более подробно рассказывается на нашей дисциплине методологии программной инженерии, что такое программная инженерия. Но в целом, как я уже отмечал, это комплекс знаний, умений, навыков и методик, которые позволяют разрабатывать надежные, отказоустойчивые, управляемые программные продукты. То есть не просто поделки уровня какой-то веселой программулинки, калькулятора какой-нибудь, игрушечки на основе базового фреймворка какого-то там типа Unreal Engine, но действительно продукта, у которого есть свой временной период, от начала, от идеи, от сбора требований, заканчивая его поддержкой и последующим выводом эксплуатации. Программная инженерия имеет свои корни в системной инженерии, которая является более базовой, более основополагающей, так как рассматривает вообще подходы, связанные с управлением любыми системами, не обязательно программными системами. То есть если мы говорим про программную систему, это некоторая разновидность вообще, так сказать, большого класса различных инженерных, в частности, систем. Если вообще говорить про систему, да, сказать, раз уж мы заговорили про нее, что можно под систему подразумевать, это компоненты, какие-то объекты, участники, возможно, системы, связи между ними. Казалось бы, вот, как если взять обычное определение, математическое определение графа, вершины и ребра, которые связывают эти вершины, в общем-то она формально, очень несложная концепция, очень понимабельная, но какое огромное количество применений и приложений, и алгоритмов для обработки такой простой системы возникает, даже вот в том случае, когда у нас очень такая дистиллированная, выделенная формальная модель, как математический граф. Если же мы рассматриваем более сложные системы, которые включают разнородных участников, абсолютно разнородные связи между ними, то возникает, в общем, хороший вопрос, а как этим всем правильно управлять. Ну вот это один из тех, один из тех моментов, одна из тех точек фокусировки нашей образовательной программы. Ну, про связь программной системной инженерии я тоже уже упоминал, не буду на этом подробно останавливаться. В заключение, значит, еще раз хочу привести ссылочку на наш сайт, на котором подробно написано траектории, по которым можно поступать. Значит, основное, основное вступительное испытание на нашу образовательную программу называется портфолио. То есть это некоторый набор документов, который включает какие-то требования по минимальному набору документов, по минимальному необходимому набору документов. Безусловно, это там должен быть некоторый диплом. Мы внимательно смотрим на оценки, смотрим на оценки, связанные с теми или иными дисциплинами, потому как, безусловно, нас интересует, чтобы ребята, которые поступали к нам, были сильные, потому как для того, чтобы обеспечить приход сильных специалистов либо на какую-то образовательную программу, либо в какую-то компанию, мы должны предоставить им среду окружения таких же сильных специалистов, как они. Поэтому, безусловно, у нас, в общем, достаточно внимательно комиссии смотрят, комиссии, которые занимаются оценкой документов абитуриентов, довольно внимательно смотрят на эти документы. Значит, это еще раз копия диплома либо другого документа. Поскольку у нас англоязычная программа, мне кажется, я про это ни разу не упомянул, может быть, с этого надо было начать. У нас программа полностью англоязычная, все курсы на английском языке. Соответственно, диплом студент пишет на английском языке, представляет его на английском языке. Мы ожидаем, что абитуриенты, которые приходят к нам, владеют английским языком достаточно свободно. И для этого мы просим их предоставить сертификат, прожидающий владение английским языком. Если вам интересно поступать к нам на программу, задумайтесь о получении такого сертификата уже сейчас. Если вам нужно подучить английский язык, учите его срочно, получайте сертификаты, приходите к нам все равно. Мы ожидаем от абитуриентов мотивационное письмо, мы очень внимательно читаем, мы пытаемся понять действительно, что ожидает абитуриент, потому как может быть хорошая программа, может быть хороший абитуриент, но разные ожидания и не смачатся. ожидания одних не совпадут с ожиданиями других, в результате все будут расстроены. И мы хотим видеть рекомендации от ваших менторов, которые либо учили вас ранее в бакалариате, допустим, или где-то в других каких-то местах, то есть ваши преподаватели, ваши руководители, какой-то проектной работы, который вы делали на предыдущем месте обучения, либо руководители ваших выпускных квалификационных работ, рекомендации от работы дателей приветствуются, а также мы всячески с большим удовольствием смотрим на ваши достижения, которые выражаются в различных грамотах, дипломах, участие в конкурсах, победах в этих конкурсах, получение именных стипендий, публикации, это вообще один огромный плюс, потому как если у вас есть публикации, особенно в приличных местах каких-то, в приличных журналах или выступления на хороших конференциях, мы безусловно принимаем это в внимание и понимаем, что мы берем интуриента, с которого очень хорошо сможем интегрировать в ту образовательную конкурсах, которую мы предлагаем на нашей образовательной программе. Наверное, я на этом закончу, и так уже практически целый час рассказываю. Спасибо вам за внимание. Значит, вот если у тех участников, которые подключились к нашему представлению, есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу, можем подискутировать. я готов ответить на ваш вопрос. У меня есть вопрос. Меня зовут Роман. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. По поводу английского языка на образовательной программе, ну, просто такой любопытный вопрос. Вот я посмотрел на сайте, увидел, что большинство курсов ведут русскоязычные преподаватели, но при этом все полностью у вас на английском. В этом есть какой-то особый смысл, то, что русскоязычные преподаватели все равно ведут на английском? Это очень хороший вопрос. Значит, в первую очередь мы должны исходить из того, что у нас на образовательном программе есть иностранцы, которые русского языка не знают. И заставить их выучить русский язык, даже там некоторые из них, кто особенно интересуется нашей страной или, может быть, присматривается каким-то другим возможностям участия в жизни университетской, допустим, могут год провести на подготовительных курсах, но все равно этого, конечно, недостаточно, чтобы выучить русский язык в достаточной степени. То есть, это уже отвечает на вопрос, что у нас есть иностранцы, мы ожидаем от иностранцев такого же хорошего уровня владения английским языком, как и от наших русских абитуриентов, определяет то, почему мы сделали эту программу полностью выязычной. Это первое, да, это первое соображение, которое абсолютно практическое соображение, оно абсолютно понятное. Второе, и не менее важное, я даже сказал, что более важное, мы имеем возможность привлекать сильных специалистов, вообще, в принципе, это политиков факультета высшей школы экономики, привлекать сильных специалистов из-за рубежа по той или иной предметной области, которые также могут значительно усилить, да, значит, тот образовательный процесс, ну, в рамках какой-то одной дисциплины хотя бы. Это еще один плюс. еще нужно причислить? В целом, я понял, да, в общем, для повышения привлекательности для абитуриентов и охват, чтобы... охват, охват, безусловно, охват, потому как, еще раз говорю, что мы и абитуриентов иностранцев берем, и преподаватели иностранцев у нас, я надеюсь, будут появляться и далее. Хорошо, спасибо. Да, еще вопрос, пожалуйста. Подскажите, у меня есть пара вопросов. Во-первых, ничего ли не изменилось еще с коронавирусными ограничениями, потому что они снимаются, следующий учебный год планируется полностью очным, все верно. Значит, на этот вопрос вам никто не ответит, никто не знает, что будет осенью, к сожалению. Я, сказать, не могу даже вам сказать, что вот я слышал в кулуарах, что возможно, где-то как никто ничего не знает. Мы, во-первых, все живем в рамках того законодательства и тех требований, которые нам предъявляют государственные инстанции, Роспотребный обзор, в частности. Сейчас мы вышли из карантина. Правда, надо сказать, в основном вышли в акалаврские программы, поскольку в магистратуре у нас, в общем, довольно много ребят учат, приехали к нам из-за далекого зарубежного, из Индию, словно говоря, или из Китая. И вот на тот период, когда эти коронавирусные ограничения были сняты, это фактически четвертый модуль, тем ребятам, которые уже давно уехали, на один короткий период возвращаться было бы достаточно накладно, либо невозможно вообще, поскольку у них там могут быть выездные ограничения, не только выездные ограничения у нас. То есть сейчас мы заканчиваем четвертый модуль по обоим годам обучения в дистанционном формате магистратуры. Бакалавры вернулись. Бакалавры вернулись. Что будет осенью, никто не знает. Если, скажем, не будет какой-то третьей или четвертой волны, вспомните, что было, скажем, год назад, когда ровно в это время был самый жесткий локдаун, введенный на нашей территории, но ближе к июню месяцу, когда уже такое жаркое солнышко появилось, постепенно это все отпустили. И летом как-то казалось даже, вот если мы на кривые заболевания официальные хотя бы даже посмотрели бы, мы видели, что были не самые такие высокие пики. Но ситуация резко начала меняться в октябре-ноябре месяце. То есть в сентябре мы вышли все в гибридный режим, когда у нас практически занятия были все аудиторные. лекционные или большие поточные занятия более 50 человек мы по-прежнему проводили в удаленном режиме, потому что ограничения не собираться больше 50 человек были. Но когда это было в октябре-левне, в конце октября или в ноября нас всех закрыли опять, потому что появилась вот эта вторая волна так называемой эпидемии. Поэтому тут все зависит от того, во-первых, насколько действительно эффективно те мероприятия по вакцинированию, которые проводятся во всем мире. Если вакцины покажут свои состоятельности и действительно будет такой массовый иммунитет приобретем, то возможно мы сентября уже либо в мягком гибридном варианте, когда только очень большие какие-то поточные лекции, 50 или 100 плюс человек будут в удаленном режиме проводиться. Для нашей программы это не актуально, потому что у нас вряд ли будет 50 человек в этом году. То есть возможно, что для нас это будет уже полностью очный формат. Мы на это надеемся, по крайней мере. Хорошо, спасибо. И тогда еще несколько вопросов по поводу первого платного отделения. Подскажите, пожалуйста, какая планируется цена за семестр или за год? Давайте мы Настю спросим. Настя знает цифры конкретно? Хотя бы примерно. Цена указана на сайте, по ссылочкам, которые Сергей говорил, можете посмотреть. Примерно 200 с небольшим. То есть там есть от, до, от, до зависит от скидки. Если вы в портфолио ее получаете по решению комиссии, то вы будете платить, естественно, меньшую сумму. Максимально 320, если не ошибаюсь, тысячу год, это без скидки вообще. Вот. Но я советую проверить еще раз сайт, чтобы точно убедиться. У нас в чатике вопросик. Я видел, да-да, я уже открыл, сейчас я на этот вопросик тоже отвечу. Я некоторый комментарий по поводу скидки хотел сказать. Мы, когда рассматриваем портфолио абитуриентов и, соответственно, позиционируем по тому уровню заявленных документов студента, либо на, рекомендуем на бюджетную, либо на коммерческую программу, можем принять внимание наличие тех или иных важных достижений, то есть общая сумма баллов может быть, скажем, не достигнуть необходимой границы, когда мы можем рекомендовать студента на бюджетную основу, но при этом есть какое-то очень хорошее достижение, несколько достижений, которые хочется отметить. мы можем студенту предоставить, рекомендовать опять же предоставить скидку и вот сейчас меня опять Настя поправит, это может быть либо 75, либо 50 процентов от стоимости. 75 у нас уже вроде бы нет, 50 максимально. Я имею ввиду 50 процентов, 75 процентов студент платит, то есть скидка соответственно 25 получается, от стоимости обучения студент платит 75 процентов либо 50, соответственно скидка 25, либо 50 процентов. Ну то есть 50 процентов от той суммы, которую Настя назвала для медицинской стратуры, мне кажется это не так и плохо, очень даже неплохо. Можно еще один момент вопросик? Да, конечно, давайте ваше, потом я еще смотрю есть чат, если отвечу. Совмещение с трудовой деятельностью, насколько это приветствуется, насколько не приветствуется, возможно, невозможно в принципе? Нет, возможно, значит, про приветствуется и не приветствуется мы стараемся в таких категориях не рассматривать этот вопрос, потому что вы все-таки не бакалавр, вот если речь идет допустим про первый курс бакалавриата, там мы прям не приветствуем, ой, как не приветствуем, но у нас такие мощные бакалавры часто приходят, что они уже на первом курсе там убегают условно в Яндекс работать, наш титульный спонсор нашего факультета и титульный партнер, лучше так сказать, нашего факультета. Хотя мы вот граним пальчиком, что учиться надо. Конечно, магистры все работают, практически все работают, мы стараемся, по крайней мере, составить расписание так, чтобы, ну вот опять же, Настя, как один из активных участников по составлению расписания не даст мне соврать, все-таки это пары ближе во второй половине дня, ближе к вечеру, чтобы студент имел возможность, допустим, посвятить большую часть дня или хотя бы половину дня, первую часть дня своей работе, потом, так сказать, приехать на пары, отучиться и уже после этого учебного процесса приехать домой и заняться намаженными заданиями. Это требует некоторой в общем, дисциплинированности, но такая возможность, безусловно, есть. Конечно, если студент работает по специальности, а мы ожидаем, что у нас, большинство студентов работает по специальности, а и к тому же еще, так сказать, применяет и пытается применить на практике те знания, которые он получает здесь, или, может быть, наоборот, сказать, вот те потребности, которые у него возникают на работе, приносят вот как некоторую такую постановку задачи, которую он может в дальнейшем вырабатывать в рамках курсового своего проекта какого-то или там в рамках дисциплины ДНИСа, допустим, это только плюс. Большое спасибо за ответ. Да, пожалуйста, еще вопросы вербальные. Если нет, тогда я зачитаю из чата. Вопрос задает Мария Есенина. Здравствуйте. Мария, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, можно ли в портфолио компенсировать диплом бакалавриата из несмежной области дополнительными курсами и сертификатами, если да, то какие были бы желательны. Да, можно. Значит, мы рассматриваем диплом, как я уже говорил, в дипломе бакалавриата мы, конечно, смотрим на профильные дисциплины. Вообще, в целом, мы ожидаем, что, ну, понимаете, чтобы обучение на этой программе было, давайте я вот так скажу, мы не учим здесь программировать, мы не учим алгоритм структурных данных. Это базовая дисциплина бакалавриата и подразумевается, что все-таки эти вещи в той или иной степени должны у абитуриента нашей программы быть, потому как мы учим уже более высокоуровневым вещам. Вопрос о том, может ли, допустим, управленец в области информационных систем, в области программного обеспечения не быть программистом. ну, я так очень с натяжкой скажу, да, программист, разработчиком, там, связанным с этим вещами, в общем, он довольно открытый и дискутабельный. У меня есть на этот счет точка зрения, которую я все-таки не буду сейчас здесь осваивать, озвучивать. Я думаю, что если вам это интересно и вы занимаетесь, да, даже если у вас базовое образование не связано, условно говоря, с IT, но тем не менее вы потом каким-то образом попали в эту стезю, освоили какие-то вещи сами и вы хотите дальше это дело развивать, мы будем вам рады. Значит, какие вам помогут курсы? Вам помогут курсы, связанные с разработкой абсолютно любые. Если это будут дипломы с курсера, это покажет действительно, что вы перепрофилировались, переориентировались, либо получили дополнительные знания и компетенции. Сертификаты связаны с чем? Ну, допустим, с участием в каких-то олимпиадах, связанных с олимпиадах по нашим предметам. Или что у нас еще? Какие могут сертификаты быть? Ну, допустим, там участие в каком-то IT-проекте, допустим, вы там участвовали со стороны в каком-то большом проекте, там, в какой-то, не знаю, допустим, условно, национальной программе. То есть, желательными являются вот такого рода документы, показывающие, что вы были задействованы в чем-то связанном с нашей позавательной программой. Вопрос от Павла Мишнистова. Я думаю, что я даже, возможно, знаю, от какого Павла. Если это тот Павел, привет, Павел. Высшей школе экономики после второго курса проводится экзамен по английскому языку. Будет ли он котироваться в качестве сертификата по английскому языку? Или же, в любом случае, необходимо получить независимый сертификат? Значит, вопрос такой с подковыкой. Значит, мы рассматриваем эти сертификаты. Будут ли они котироваться? Будут. Можно ли его представить? Можно. Это официальная часть вопроса, ответа. Такая менее официальная часть, которую мы потом вырежем из протокола, потому что не вырежем, и оставим, заключается в том, что мы представляем себе некоторые особенности, связанные с тем, как этот экзамен проводится и оценивается. Поэтому, если у вас будет настоящий сертификат, это будет намного лучше. Ну, если не будет, приходите с Вышкинским. Будем смотреть на него. По крайней мере, если вы владеете английским языком, мы вас всегда можем пригласить на дополнительное собеседование, пообщаться с вами. Если вы владеете языком, мы поймем, что вы можете на нашей программе работать. Пожалуйста, Павел, пожалуйста, Мария, еще вопросы какие-то, если есть. Добрый вечер. Добрый. Вопрос такой. Я в данный момент обещаюсь на третьем курсе по направлению программной инженерии. И первые два курса у нас шли довольно-таки практически предметы, то есть это именно программирование было, изучение собственной разработки. Можно я такой вопрос задал? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться. Принадменно. А вы на программной инженерии обучались в каком институте? В Казанском федеральном университете в институте ИТИС. Понял. Все. Так, давайте тогда еще раз к вашему вопросу вернемся. Первые два курса у нас были довольно-таки практические предметы. Это программирование, веб-разработка, работа с базами данных и интервью смежной области. На третьем курсе у нас все больше перешло к управлению проектами и движется так дальше. Вот у меня вопрос конкретно к вашей программе магистрской, то есть там больше упор уже идет, я так понимаю, также на управление проектами. То есть люди, которые оканчивают эту программу, уже выходят больше как проект-менеджеры, нежели чем разработчики. Да, значит, мы, это действительно наша концепция, наша концепция заключается в том, что мы не даем какое-то дополнительное образование в области разработки, потому что в большинстве случаев, если особенно речь идет про какое-то все-таки хорошее учебное заведение с качественной программой, такие базовые моменты, такие как программирование, алгоритмы, структуры данных, база данных, классические, связанные с реляционными алгебрами, реляционными исчислениями, ну и так далее, вот сказать, с SQL и так далее. Это все дается в таких институтах, на таких программах на нормальном уровне. Студент, безусловно, имеет возможность потом, если это его направление, свои знания отточить уже на практике, то есть работает где-то, и наша магическая программа уже его помогает ему продвинуться дальше, мы в области проблем. Спасибо за это. Пожалуйста, спасибо за ваш вопрос. Еще вопрос из чата от НЧ. Добрый вечер, добрый. Скажите, пожалуйста, диплом по направлению, которое не прошло аккредитацию России. Такие дипломы рассматриваются, как рассматриваются, в частности, дипломы ДНР. Заранее спасибо. Значит, если у вас гражданство не Российской Федерации, вы можете попробовать поучаствовать в поступлении по треку для иностранных абитуриентов. Соответственно, вы представляете транскрипт того учебного заведения, которое вам выдало этот диплом. Транскрипт на английском языке. Гражданство Российской Федерации уточняет спрашивающий. Тогда давайте так. Тогда по вашему случаю, поскольку тут вопросы с аккредитацией, они всегда требуют такого очень аккуратного изучения той фактуры, которая у нас есть. Я вам попрошу и предлагаю сделать так. Я вам сейчас напишу свою электрическую почту из Шершаков собак и серую, если из Шершаков. Вроде бы я ее правильно написал. Я вас попрошу тогда написать мне на электрическую почту ваш вопрос и там уже более подробно тогда указать, какой университет, если вы знаете, по какой причине не прошел аккредитацию, то ли было отозвано, то ли не была выдана эта аккредитация в силу того, что территориального какого-то принадлежности. На этот вопрос нужно просто будет посмотреть более внимательно с конкретной фактурой, я тогда уже попробую на него ответить более точно, чтобы не заниматься гаданием и догадками сейчас. Хорошо? Да, хорошо, можно сделать пару уточнений. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Анастасия, я не специально забыла поменять имя в зуле. Диплом у нас магистратура получила аккредитацию уже, а Благовряд, я поняла, не успели еще получить. Плюс ко всему, я уже год нахожусь в Москве и год здесь работаю в компании по специальности. Аккредитацию Минобра российского? Да, в любом случае в Донецке сейчас получается так, что все гражданство выдается российское. А вы сами из Донецка? Сама да. И у вас только российское гражданство? У меня только российское гражданство. Я получила первое гражданство российское. Я была в этот момент в Крыму и школу я заканчивала в Крыму. У меня было вынуждено вернуться. Да, я понял. Дело в том, что у меня просто был замечательный студент из Донецка. Я помню, что он поступал именно по квотам, в бакалавриате был по квотам, как именно иностанный абитуриент. То есть по этой траектории я совершенно хорошо понимаю, как можно было вас провести. Что касается всех этих вопросов, мне все-таки тогда нужно будет проконсультироваться с нашими юридическим отделом. Я так думаю, что с концептуальной такой точки зрения, конечно, политика нашего государства заключается в том, чтобы по максимуму ассимилировать. Я сейчас здесь пытаюсь лавировать так, чтобы мне на какую политическую мель не сесть случайно. Но вот с вопросами, связанными с аккредитацией, может быть, здесь может быть какое-то специальное, я не знаю, разрешение, условно говоря, курирующего проектора. Не знаю. Вот здесь нужно очень конкретно смотреть на то, какие у вас документы, какого университета, какой у него статус правовой, сказать, в нашей стране, как мы его рассматриваем. И только после этого я могу вам все-таки какой-то более конкретный ответ дать, чтобы он опять же не был годами никакими. Хорошо. Тогда мои следующие действия это написать вам на почту. Напишите на почту и конкретно вот там все распишите, какой университет, какая специальность, код специальности. Там можно опять же сказать, что вот такая магистрская получила аккредитацию в таком-то году. Мы это все посмотрим. Возможно, там есть какая-то открытая информация связанная с тем, что бакалавровские программы также планируются провести через аккредитацию. Ну, там известно, что, допустим, этот процесс запущен и он там будет закончен тогда-то. Возможно, как-то что-то может учесть. Я такие тонкости еще раз говорю, хочу вот уже с ними разбираться по фактуре конкретной. Не готов сходу сказать. Хорошо, спасибо большое. Давайте, да, причем не затягивайте, не затягивайте с этим, потому что скоро уже начнется приемная кампания именно в нашей российской, по российскому треку. Иностранцам я еще один момент хочу заметить, опять же, если кто-то в записи нас будет слушать и у кого есть иностранные гражданцы, вы можете уже свои документы прямо сейчас. Значит, есть специальная формочка у нас на странице магистратуры, у вас там будет личный кабинет, вы заливаете туда документы, они поступают к нам на комиссию для рассмотрения. Я, так сказать, не посматриваю, как эта комиссия работает, и всех иностранных арбитурентов уже, поскольку они в течение всего года могут документы подавать, все документы их, и, соответственно, все заявки вижу. Поэтому иностранцы уже могут прямо сейчас подавать документы, а российские граждане, ну вот, какие-то вопросы, которые нужно разрешить, тоже давайте будем стараться не откладывать в долгий ящик. Если у вас будут вообще какие-то вопросы, ко мне, конечно, неусловно, пишите, я буду стараться на них отвечать. Если есть еще вопросы какие-то, я готов ответить на них, отвечать дальше еще у кого-то из участников. Смотрите, Настя, уже и народ подтягнулся под конец, да? Хорошо. Здорово, здорово, здорово. Так, ну, если вопросов нет больше, тогда я еще раз всех поблагодарю за внимание. Всех приглашаю, очень всех вас хочу видеть на программе. Мы меняемся, я надеюсь, меняемся в лучшую сторону, мы обновляемся. Я надеюсь, что у нас будет интересно приходить к нам. презентацию мы куда-то выложим, электрическую почту я свою написал здесь в чате, также можете ее в презентации найти. Со всеми вопросами дополнительными не стесняйтесь писать мне или к нам в учебный офис, мы будем стараться отвечать на все ваши вопросы и ждем вас у нас на программе. Спасибо. 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 .